И опять у нас ремонт. Это бюстгальтер. Новый. Вот магазин мне привез. Кто-то порвал лямку. Видите, он как разошлась строчка. Так, значит, подбираем. Ну, это бюстгальтер, лифт, купальник. Подбираем нитки. Смотрим, вон все разные цвета я подобрала. И специально на солнце вышла, чтобы подобрать самый лучший оттенок. Так, ну вот, походу, вот эта вот нитка. Или вот эта. Сейчас разберусь. То есть одна из вот этих двух ниток. Хотя, в общем-то, если так смотреть, они все одинаковые. Тут с микрооттенками они идут. Так, подбираем. Сейчас пойдем строчить цепным стежком на распешивалке. Но перед тем, как нам нужно вот эту вот. Видите? Это машинки, конечно, делают специально. Загибает. Нам нужно вот эту часть восстановить и наметать. Чтобы она так же была четкой, лежала, как и вот эта часть. А потом будем строчить на распешивалке. Вот цепным стежком вот такой вот линь. Потому что на машинке это строчить нельзя. Он тоже должен быть здесь эластичный шов. Вот я наметала. И сейчас будем по лицу. Вот эта лицевая сторона. Строчить. Начиная, наверное, чуть-чуть подальше. Видите? Где-то вот по той строчке, которая есть. Наверное, даже 3-4-5 сантиметров дальше. Где-то отсюда я начну строчить. И так же само пройду вниз. Ну и, конечно же, на таком же самом расстоянии. Может быть, так лучше будет видно. Да. Вот. Видите? Где-то отсюда начну. На таком же самом расстоянии до низа тоже перейду. И в обязательном порядке буду выправлять наизнанку ниточки, завязывать и заправлять. И когда буду строчить, буду тянуть. Обязательно. Потому что оно же под натяжением на теле сидит. И одеваем мы тоже как бы. То есть обязательно натягиваем. Так, сейчас дальше покажу. Ну, во-первых, мы ставим одну иголку. Да? Вторую мы убрали. Я столкнулась с тем, что мне неудобно смотреть на ширину шва. То я, наверное, вот эту иголку с крайнего правого положения поставлю ровно посерединке. Тогда легче я могу контролировать ширину шва от сгиба. Ну, вот первая строчка неудачно получилась. Немножко съехала. И вы знаете, что вы можете легко распороть. За одну и за вторую ниточку дергайте с двух сторон. Вот за эту и за вот эту. Вот за вот эти две. И распарывайте. Вот сейчас я уже больше половины, меньше чем за секунду распарывала. Ну и второй раз будем строчить. В конце, чтобы было удобно выходить, мы открываем эту дверцу. Просто дергаем за этот рычажок. Оп, видите? Поднимаем лапку. Спокойно вытаскиваем. Без напрягов. Обрезаем нитку. Обрезаем нитку. Обрезаем нитку. Обрезаем нитку. Выправляем наизнанку. Завязываем где-то два-три раза на одном месте. И вправляем с изнанки нитку. И все у нас готово. Ну, конечно, в конце завязали и вот так вот протянули. Хотя бы минимум два сантиметра. Только потом вот здесь обрезали. Ну, вот все у нас красиво получилось. И даже не отличишь. Как будто ничего здесь и не было порвано. Продолжение следует...